Он был человеком обстоятельным и серьёзным. В каждом доме его принимали как своего. Каждый норовил позвать его в гости, потому что только он мог давать простые и понятные ответы на запутанные житейские вопросы. Званный гость. Программа для тех, кто ждёт ответов. Доброе утро. В студии Радио Минск Елена Косаченко и Сергей Прохоров. Ещё раз здравствуйте. Званый гость у нас сегодня директор коммуникационного агентства «Зеринком» Андрей Зерин. Доброе утро, Андрей. Доброе утро. А говорить мы сегодня будем о логотипе и бренде Минска. Я напомню, их разработкой захотели заниматься английские пиарщики, они высказали своё желание. Интерес также проявили и российские коллеги, что, собственно говоря, вызвало возмущение у белорусских специалистов, чем, собственно, мы хуже, сказали они. Вообще, эту тему первой подняла Ирина Антонова, тоже пиарщик, и вот мы решили, собственно говоря, продолжить её. Да, но перед тем, как мы приступим к вопросам, хочется обратиться ко всем вам, уважаемые радиослушатели. У нас работает, как вы знаете, смс-портал, его номер 9903. Если вы хотите прислать нам какое-то сообщение, у вас есть какие-то идеи, может быть, какие-то революционные предложения, вы хотите поучаствовать как-то или задать вопрос нашему гостю, то, пожалуйста, набирайте 9903 и обязательно в начале каждого сообщения не забывайте про три заветные цифры – 924. Ну, приступим к нашей беседе. Андрей, вообще, вот как вам сама идея отдать на откуп, разработку логотипа туристического лица города британским пиарщикам? Ну, смелая такая идея. Ну, прежде всего, я хочу поблагодарить Ирину Антонову, которая подняла вообще эту тему, обозначила то, что у нас в Беларуси есть профессиональное сообщество пиарщиков, то, что они работают, то, что они развиваются, и то, что им можно доверять решение очень серьезных задач. То есть они проводят не какие-то там пиар-акции мелкие, а эти люди разрабатывают мощные коммуникационные стратегии, коммуникационные программы и достаточно уже ресурсов для того, чтобы решить самые сложные задачи. Но вот, насколько мне известно, инициативы-то от них самих не было никакой. Почему так? Вы знаете что? Хороший вопрос, на самом деле. Хороший вопрос. Я участвую в самых разных тендерах, связанных с коммуникационными стратегиями, и, должен сказать, что иногда даже очень серьезные организации остаются в той ситуации, когда буквально одно или два предложения. На самом деле, я думаю, что, безусловно, все тоже в своей постоянной занятости, в этой рутине дел. И, конечно же, здесь нужна работа, работа по отбору этих агентств. В конце концов, нужно просто встретиться, поговорить с этими людьми, заинтересовать в этом. Рутиной, простите, но здесь же можно сделать себе не очень неплохое имя на такой работе, и которое будет не в рамках страны, но в рамках всего мира, так как мы будем продвигать наш бренд за рубежом активно. Ну, вы знаете что? Вот сейчас я не могу сказать, конкретно за каждое агентство дать ответ, почему все-таки не поступили предложения. И, кстати говоря, они действительно не поступили. Это совершенный факт, да? То есть никто не предложил, не захотел участвовать. Ну, может быть, смутило то, что уже английское агентство участвует, и таким образом где-то на подсознании есть ощущение того, что результат просто предопределен. То есть побоялись как-то? Поджилки задрожали? Или тут трещи ревноваться вступить? Нет, я думаю, да, что вступить в это сложное соревнование с английским агентством... То есть проблема без альтернативности? Пока для меня мифическим, да? Что там за агентство? Какое английское агентство? То есть вы, в принципе, как специалист, даже не понимаете, что это за агентство? Вы не знакомы с ним? Нет, вот я на самом деле информации пока никакой не владею. Но мы чуть позже свяжемся с директором информационно-технического центра Минске Еленой Плис. Спросим у нее, что это за агентство. Окончательно уже сделан выбор. Ну, свяжемся и все узнаем. А вот я, собственно говоря, могу сказать, почему я не заинтересовался вот этим предложением. Опять-таки, я думаю, что в силу того, что информация просто проходит, скажем, как волна, да? И этой информации достаточно много. Опять-таки, нужно встречаться с пиарщиками, рассказывать, говорить... Ну, в данном случае вы имеете, ну, встречаться должна власть... Ну, заказчик. Назовем это заказчик. Ну, в данном случае заказчик у нас... Ну, Минградсполком. Ну, конечно. Я думаю, что да, потому что здесь нужно ведь... Это комплексная работа. Там не только пиарщики и рекламисты, поэтому тут широкий круг людей, которых можно привлечь к разработке вот того продукта, о котором идет речь. Ну, здесь, возможно, можно сделать скидку еще на то, что все-таки и те люди, которые занимаются сейчас организацией все это, да, они тоже несколько... Ну, возможно, нет такого опыта, чтобы понять, что для этого надо. Поэтому они, возможно, не смогли организовать, чтобы все люди, которые так или иначе могли бы поучаствовать в процессе, как-то собрались вместе в одном месте, простите, за тавтологию, и как-то это дело обсудить. Здесь есть очень важный момент. Очень важный момент с точки зрения государства. Тратится большая сумма денег. Да, 300 тысяч евро, наконец. И, да, то есть это серьезная очень сумма для белорусского рекламного бизнеса, на самом деле, это очень крупная сумма. А сколько вообще вот наши специалисты вправе попросить за услуги, за полный комплекс разработки вот всего? Очень тонкий, очень сложный вопрос. И я, к сожалению... Но это меньше 300 тысяч? А почему бы не 300 тысяч? Я, честно говоря, вот не могу сейчас вам сказать, потому что здесь... Я скажу, почему. Потому что есть разные уровни агентств, да? И одно агентство берется за, опять-таки, за небольшую сумму, а есть зубры, львы, завоевавшие огромные награды на международных фестивалях. Так сказать, у них огромные штаты и все прочее. И тут уж я не знаю, какие они берут суммы за это. Но я о другом хотел сказать о том, что, понимаете, мы должны думать о том, что и эти деньги тоже могут не только послужить тому, чтобы мы разработали этот имидж, но и они будут развивать тоже наш рекламный бизнес. Но они останутся в Беларуси. Ну, несомненно, конечно. Они останутся и в Беларуси, и они помогут этому. А то, что диалог, ну так пора его... Он идет, на самом деле, насколько я знаю. Есть различные организации рекламистов. И, насколько я знаю, этот диалог идет, но... Ну, маятник уже качнулся, но, видимо, еще не набирал нужных оборотов, чтобы как-то процесс этот все-таки оживился настолько, насколько это необходимо. Ну, во всяком случае, видите, ну, такой информации, насколько там все-таки, как конкретно отреагировали белорусские рекламисты вот на это предложение, ну, на это решение делами, я думаю, что пока что нет. Вот только есть негативный отклик моей коллеги Ирины Антоновой. Ну, вы солидарны с ней, да? Что надо, чтобы этим занялись. Вы знаете что? Вот я, наверное, тут в этой студии до конца только понял, что действительно нужен какой-то диалог постоянный рекламистов, сотрудников коммуникационных агентств с чиновниками, которые занимаются продвижением страны. Давайте перевернемся совсем не на одну музыкальную композицию, послушаем еще очень важную, кстати, рекламную информацию, ну, и дальше уже, собственно, по существу, о важности, нужности и вообще все, что касается лога нашего города Минска. Ну, и присоединяйтесь к нашей беседе. Званный гость Радио Минска Это, когда расширял сеть нашей фирмы. А вот это, когда выбирал нам новую яхту. Устраивайте жизни бизнес с газетой «Вечерний Минск». Реклама, поздравления, частные и рекламные объявления. Справки по телефону 288-29-39. «Вечерний Минск». Начни свой путь к успеху. Радио Минска Телефон рекламной службы 280-75-22. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Все вопросы. Званный гость. О логотипе и бренде Минска говорим сегодня с нашим званым гостем. Напомню, это директор коммуникационного агентства «Эзеринком» Андрей Эзерин. Андрей, скажите, пожалуйста, объясните. Мы все говорим о логотипе, бренде. А что, собственно, логотип, что это такое? Может быть, достаточно нам того, что есть, а это есть у нас герб города Минска? Или этого недостаточно? Нужно что-то другое для позиционирования столицы? Ну, я думаю, что, конечно, герба недостаточно. Герб – это такая наша внутренняя информация. Ну, это несколько разных вещей абсолютно мне тоже не кажется. А кто-то думает, что есть герб, и как бы и все, и нам достаточно этого. Национальная символика и какой-то коммерческий, туристический... Но пока на всех туристических проспектах, на открыточках, там, собственно говоря, идет Минск, и герб выступает логотипом города. Вы знаете, что я хочу вам просто привести один такой пример. Вот люди, которые бывали в Вильнюсе, они увидели этого ангела, который сидит везде. Такой мальчик, маленький мальчик, беленький ангел с крыльями сидит в самых разных местах Вильнюса. Таких самых, наиболее людных, туристических. И вот этот вот образ, он такой стал, на мой взгляд, неформальным... Неформальным логотипом, ну, не логотипом, образом туристического Вильнюса. То есть он родился сам собой? Из городского стиля, да? Я думаю, что его разработали. И очень просто грамотно так неровяще внедрили. Я думаю, что его разработали, да, и его внедрили. И вот этот вот ангел, очень много позитива, очень много света. Тем более, кто знает, в Заречье, в Вильнюсе, есть еще очень красивая статуя ангела. И вот этот вот очень позитивный образ ангела, он самим... Вот лично для меня, да, как туриста, который приезжает в Вильнюс, вот для меня этот образ и есть, собственно говоря, прекрасным туристическим образом Вильнюса. Нам, конечно же, нужен образ. И этот образ... В чем все сложность, на самом деле? И этот образ должны понимать туристы с Запада. Прекрасно понимать туристы... У нас очень много туристов из Украины, из России. Вот наши же улицы заполнены россиянами. Сейчас вот праздник города. Я, кстати говоря, буквально в субботу уже шел по Октябрьской площади и слушал русские песни. Просто стала группа людей, трезвых, кстати говоря, и просто пели русские песни. Приехали россияне. То есть очень много людей. И этот образ должен понять и китайцам. То есть всем, кто приезжает в город, этот образ должен вызывать совершенно позитивное чувство. Насколько я понял, лого это и есть некий образ, который вызывает какие-то ассоциации, побуждает нас... Да, конечно. Но тут очень много технической работы. Этот логотип должен быть вписан в самые разные... Ну, вы понимаете, да? В самые разные, скажем так, плоскости. И это и на флагах, и на транспорте. Куда угодно. Это тут много очень такой... Это не просто создать там логотип и все. Очень много технической работы. С одним, так называемым, брендбука. Это огромный документ такой. Такой многостраничный, многотомный. Где все разработано как, что и как правильно его использовать. А кто этим занимается? Кто должен заниматься этим у нас, по крайней мере? Понимаете, какая ситуация? Вот я думаю, что тут, опять-таки, должны работать рекламисты совместно с сотрудниками коммуникационных агентств. Ну, или как пиарщиками, да? То есть тут работа совместная самых разных служб коммуникационных. Потому что есть самые разные направления, которые нужно сделать в этой работе. Ну, кстати, мы за эфиром говорили о таком понятии, как имидж города. Очень интересная тема, кстати, Андрей. Что по этому поводу можешь сказать? Ну, естественно, что я как специалист в области пиара, естественно, я думаю об имидже нашего родного города. И вот могу сказать, что пока, кроме как, какой у нас чистый город, вот пока вот, собственно говоря, других каких-то таких серьезных... Самая популярная, отличительная черта. Да, вот что... Вот и уже... Да, это здорово на самом деле. Это большое наше завоевание. Но что дальше? Надо двигаться дальше, да? То есть город чистый не значит город пустой. Пустой от интересных мероприятий, пустых от уличных праздников, интересных праздников. Вот сейчас прошел праздник города в Минске. Я, к сожалению, не смог быть в городе уехал, но то, что я читаю в социальных сетях, говорят, что очень здорово прошел вот этот вот... Праздник уличной музыки. Праздник уличной музыки. Да, кстати говоря, это по аналогии с Вильнюсом, да. По аналогии с Вильнюсом сделали. Здорово, замечательно. Но давайте согласимся, что наши городские праздники и минские, и в районных городах по-прежнему сделаны по матрице. Нет, слово матрица здесь неуместно. По, знаете, по образу праздников, вот как у меня в моем родном городе Молодечно было 30 лет назад. То есть, ну, какая-то, получается, накатанная колея, да, потихоньку катимся? Какие-то там ряженые на ходулях, какие-то там... Народные хоры, танцы. Да, что-то такое вот. И на самом деле, вот, я думаю, что молодые люди, которые участвуют в этом празднике, им неинтересно или они похохатывают с этого? К чему я, собственно, говорю об этом? Что делать? Да, я думаю, что к разработке вот таких вот сценариев, масштабных таких праздников нужно опять-таки привлекать наши светлые головы и в рекламном бизнесе, и в коммуникационном бизнесе. Люди, которые... У нас есть такие люди, которые отслеживают самые лучшие наработки в мире, в самых разных областях. То есть это огромный, на самом деле, труд. Это вот так называемые трендсеттеры, да, тех, как собаки, извините за выражение, но так оно и есть. Они вот вынюхивают, что же там такое, что самое свежее, что самое интересное. Охота на идеи. Да-да-да, поиск идей, постоянный поиск, потому что я думаю, что вот если мы сможем привлечь таких людей, ну даже к таким вот, к нам будут приезжать на наши праздники и из Литвы будут приезжать, а не мы будем приезжать и смотреть, как они там свой стритбол сделали, или праздник Адидас, или что-то еще, и у них будем эти идеи забирать, чтобы у нас делать. Но опять же, здесь же и деньги, ну я имею в виду привлечение денег, так необходимых сегодня нашему городу в том числе. Безусловно, и это тоже так, потому что, ну, туристический бизнес остается по-прежнему прибыльным. Ну вот опять мы возвращаемся в это русло, да, чтобы привлекать сюда студентов. Ну то есть все, что сказано, можно сделать вывод, что одним логотипом мы не обойдемся. Ну конечно же, это начало большой серьезной работы. Ну понимаете, что в логотипе должна быть и вся философия, то есть вся эта коммуникационная стратегия, которая должна быть выстроена, да, она должна вот начинаться вот с логотипа. А дальше уже вот постепенно, постепенно, постепенно должны прорабатываться самые, самые незначительные детали. То есть это огромный труд, на самом деле, конечно. То есть получается, что логотип это все-таки хоть и первый шаг, но самое главное, самое важное, такой центральный, красная линия, да, а потом она уже обрастает какими-то маленькими такими... Почему, наверное, будет все привязывать? Понимаете, вот с моей точки зрения, агентство, которое придумывает логотип, они должны прекрасно понимать, а какими же коммуникационными инструментами, ну, то есть условно, да, дальше будут продвигаться, собственно говоря, вот, извините, профессиональные месседжи, информационные месседжи, да. Я опять-таки возвращаюсь, а кто же должен делать? Я все-таки думаю, что вот иностранных специалистов было бы здорово привлечь в качестве консультантов. Консультантов, которые бы наблюдали за ходом работы, давали свои замечания, советы, потому что, ну вот, я просто сравнивал сайты, ну, например, сайты для туристов, белорусские и, например, латышские. Вот заходит молодой человек, 25 лет, немец, на латышский сайт, там сидит красивая девушка, заходит на главную страницу белорусского сайта, там сидит дедушка в брюле. И васильки. И васильки. То есть дедушка в брюле, это замечательно, конечно, но все-таки надо же учитывать такую вещь, как целевая аудитория. Нужно же понимать, кто к нам едет, в каком возрасте эти люди находятся. И уже, опять-таки, я говорю, что вот эти все вещи нужно учитывать. И я понимаю прекрасно, что, может быть, белорусскому специалисту иногда и не видно некоторые вещи, которые, ну, скажем, там, англичанин или немец сразу бросаются в глаза. Для этого нужны консультанты. Вот, думаю, консультанты необходимы. Кстати говоря, о логотипе. По-моему, в этом году городской журнал «Большой» провел конкурс на лучший логотип Нинска. Я не знаю, видели вы или нет. Там очень такая интересная подборка логотипов. По сути дела, логотип уже есть. Там даже, по-моему, был победитель. Неинтересно было? Нет, кстати говоря, мне работа победителя очень понравилась. Я же пролистывал. Я в двух словах расскажу. Работа победителей – это земной шар круглый, написан посередине Минск. И немножечко склоненные наши главные сооружения Минска. Это городские ворота, библиотека и другие объекты. Вот это был признан победителем. По сути дела уже есть набор логотипов, только выбирай. Выбирай и дорабатывай, если нужно. И, собственно говоря, не нужно ничего придумывать. Во всяком случае, есть уже какой-то, ну, скажем, набор какой-то информационный, да, который можно обсуждать, можно учитывать мнение людей, как они отреагировали вот на такие, на такую работу. Ну, давайте прервемся опять, послушаем музыку. Кстати, у нас скоро совсем состоится небольшой телефонный разговор об этом буквально через 3-4 минутки. Напомню, что вы можете также задавать свои вопросы, подключаться к беседе. У нас работает СМС-портал, его номер 9903. В начале каждого сообщения не забывайте. 9-2-4. ЗВАНЫЙ ГОСТЬ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА